Здесь холодно даже в верхней одежде. Без перчаток не обойтись. Руки замерзают. Жители дома по улице Космонавта Комарова даже спят в верхней одежде. Газовые комфорки не для того, чтобы еду приготовить. Здесь Лариса Светылова и ее сын Михаил просто греют руки. Вот это самый лучший способ погреться в нашем положении сейчас. А нам об этом способе сантехник говорил. Включайте горелку и грейтесь, согревайтесь. Квартира находится на восьмом этаже дома по улице Космонавта Комарова 176. Жилье в новостройке семья купила три года назад. Первую зиму пережили и таких проблем не было. Сегодня трубы в квартире холодные. Миша, по санитарным нормам хотя бы 18 градусов должна быть температура. Скажи, какая у вас? Ну, у нас что далеко ходить. Можно взять градусник со стены и посмотреть, какая у нас температура. Вот сейчас показывает вот столько. Сейчас градусник показывает едва ли 10 градусов. Мы спустились на первый этаж. Здесь нас ждали жители дома. Все они замерзают в своих квартирах. И стоит холодный с горячей водой, и батареи. Час теплый, час холодный. И на раз испускаешься, сольешь эту воду. Час, полтора или два часа горячий. А потом опять остывает. Здесь каждый спешит пригласить съемочную группу в свою квартиру. За тепло, которого нет, платят регулярно. Пенсионерка Надежда Пулуэктова в месяц за отопление отдает 2000 рублей. Она вообще холодная. Жители обращались в свою управляющую компанию, но теплее от этого не стало. Спускаемся ниже, в подвал. И здесь встречаем мастера участка, управляющая компания, которая обслуживает этот дом. Телефон у Андрея Палашкина разрывается от звонков. Помочь жильцам он ничем не может. Начальство пишет жалобу в Лукоил, в Астраханские тепловые сети. Они приходят, посмотрят, разведут руками и уходят. Вот их реакция была. Даже вот последний раз приехала группа с Лукоилом. Смотрели, попробовали сейчас задвижки какие-то задвинуть. Ничего не изменилось. Но мы говорят, ничего не можем, котельная не тянет. И уехали. Это десятая котельная, которая находится буквально за дорогой. Она у нас очень близко, но наши дома сидят последние на их линии. И вот она не тянет. Она старая, она еще построена, не знаю, в 50-х годах, как завод строился. В подобных случаях юристы советуют действовать следующим образом. Если в квартире холодно, пишите заявление в управляющую компанию. Составьте коллективное письмо. Жалоба пишется одновременно на имя председателя управляющей компании и в жилищную инспекцию в двух экземплярах. Звоните в жилищно-эксплуатационную службу. Из ЖЭКа придет комиссия проверит работу приборов отопления и замерит температуру в квартире. Если в квартире было холодно, по вине коммунальщиков требуйте перерасчет за отопление и электроэнергию. Пишите жалобу в Роспотребнадзор. В заявлении нужно отметить адрес и название вашей управляющей конторы. Эксперты направят в управляющую компанию предписание с требованием исправить нарушения в температурном режиме. Последняя инстанция – прокуратура. Если вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь к нам в редакцию Центра новостей. Мы возьмем вашу жалобу на заметку. Алтына Урумбаева, Вадим Матасов, Центр новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова